Коллеги, начнём наш сегодняшний ежекаталожный вебинар. И первое, что бы я хотела вам сказать, это поздравить нас всех с окончанием 10-го каталога. Окончание очень радостное, результаты очень радостные. И под ваши бурные аплодисменты я объявляю, что каталог мы закончили в позитивной зоне, плюс 1% к прошлому году. Аплодирует наша аудитория. Действительно, это очень радостно, потому что мы с вами знаем, что предыдущие каталоги были сложные, были непростые. Это связано с внешнеэкономической ситуацией, и ситуацией в стране. И у нас не было положительного результата нескольких каталогов. Сейчас мы вышли в позитивную зону, в положительную зону. Это огромное-огромное достижение. Это результат нашей с вами совместной работы. И я хочу сказать вам огромное спасибо за те усилия, которые вы приложили в 10-м каталоге для того, чтобы мы вместе с вами получили этот результат. Это действительно здорово, потому что это говорит о том, что мы с вами делаем правильные вещи, мы движемся в правильном направлении. И нам нужно продолжать держать эту планку и улучшать результат с каждым каталогом. Еще один замечательный результат – наша с вами активность. 55,5%. Да, мы говорим о том, что мы стремимся к 70%. Для лета это неплохая активность. Мы можем больше. И о том, что мы можем больше, показывают результаты конкретных людей, лидеров, директоров, которые смогли показать результат больше 70%. Обратите внимание на таблицу. Мы с вами видим, что есть и 95%. Поаплодируем лидеру. Забудина Наталья Николаевна, директор из города Бреста. И всем, кто в этой таблице указан. То есть о чем говорят эти цифры? О том, что да, мы говорим, что 70 – это планка, это средняя планка, к которой мы должны все стремиться. Тем не менее, можно делать больше. Это реально, реально делать в сегодняшней ситуации, в экономической ситуации. Предлагать людям наш каталог, предлагать наши продукты, использовать все возможности, которые дает компания Reflame и достигать вот такой замечательной активности. Теперь я просто прошу вас сделать такое упражнение. Посмотрите на свою активность по результатам 10 каталога и попробуйте посчитать, если бы ваша активность была 70 или 80, или даже 95% как у лидера этого рейтинга, сколько активных консультантов было бы в вашей структуре, и сколько денег вы бы заработали. Я думаю, что эти цифры вас не просто удивят, но и вдохновят на то, чтобы в следующем каталоге активность ваша была намного выше. Рекрутирование. Важный показатель, о котором мы тоже всегда говорим и акцентируем ваше внимание, потому что это кровь. Это живая кровь, это то, что дает возможность бизнесу жить и развиваться. Мы с вами знаем, что если лидер активно рекрутирует, если он активно приглашает в бизнес, значит его бизнес будет расти и лидер будет достигать новых результатов. Итак, по результатам 10 каталога мы чуть-чуть не дотянули до 6 тысяч рекрутов по всей стране, и в среднем это составляет 19 рекрутов на персональную группу лидеров с уровня старшего менеджера и выше. И сейчас мы с вами можем посмотреть, что на самом деле у нас есть герои и есть лидеры, которые не просто в среднем сделали эту цифру 19, а ушли далеко вперед. И давайте поаплодируем лидеру этого рейтинга, Комарова Ирине, бриллиантную директору города Жолобина. Ирина пригласила в своей персональной группе 86 человек, естественно, вместе со своей командой, со своими менеджерами в персональной группе. Тем не менее, я хочу сказать, что абсолютно нет пределов. И мы говорим о средних цифрах, а здесь мы можем посмотреть, что делают лидеры, как приглашают в бизнес лидеры, те лидеры, которые идут на новые звания, те, которые стремятся закрывать новые звания. Красным мы выделили директоров, чтобы вы обратили внимание, что это директорская персональная группа, внутри которой есть только менеджеры. И вот в этих группах директора пригласили 67, 47 и 45 человек. Давайте им отдельно поаплодируем. Соколов, Станине, Патруцкая, Ларисе и Ксензовой Наталье. Молодцы. Преактивированные. Тоже важная составляющая, потому что мы с вами знаем, что особенно в летний период очень многие консультанты перестают делать заказы по разным обстоятельствам. И для вас очень важно анализировать свою распечатку и смотреть каждый раз, прорабатывать этот список для того, чтобы консультанты, которые по каким-то причинам перестали делать заказ, смогли вернуться в строй и могли размещать заказы. Это, конечно же, 100% ваша ответственность. Мы видим, что почти 5 тысяч, 4 тысячи 770 человек по стране вы смогли разбудить. Это 16 реактивированных в персональной группе с уровня старшего менеджера. А что же, какие же цифры показывают лидеры реактивации? И мы видим, что, опять же, средняя цифра – это абсолютно не показатель того, что можно сделать. Громкие аплодисменты Натальи Круповской из Речнисты, золотому директору 71 человек в персональной группе Наталья вернула в Reflame. И эти люди теперь разместили заказ, и мы уверены, что они будут дальше активными консультантами в структуре Натальи. Замечательный результат и аплодисменты для всех остальных, которые в этой таблице находятся. Молодцы. Супер. Еще один положительный момент, о котором хочется сказать – это рост лидерской базы. И мы с вами знаем, что основа нашего бизнеса, движущая сила нашего бизнеса – это лидеры. И очень радостно, что у нас, опять же, появилась положительная динамика. Это говорит о том, что восстанавливаются звания, и у нас плюс 28 лидеров по отношению к девятому каталогу. Это прирост. И мы уверены, что с каждым каталогом лидерская база будет расти, и мы будем пополнять наши ряды лидерами, которые будут возвращаться, возвращать свои позиции, а также новые лидеры, которые будут закрывать звание старшего менеджера и выше. И еще один показатель, о котором тоже важно помнить – это менеджерский состав, менеджерская команда. И мы с вами очень много внимания, особенно последний год квалификация у нас закончилась. Сейчас мы едем с менеджерами в Египет. У нас сейчас идет активная квалификация на менеджерскую конференцию в Анталии. Это говорит о том, что компания и мы вместе с вами очень сильно фокусируемся на менеджерской команде. Это очень важно, потому что это то, что дает возможность вам закрывать новые звания, двигаться вперед, получать новые 22-процентные группы и закрывать звание по плану успеха. Итак, мы с вами видим замечательные цифры двузначного, где-то даже трехзначного роста в менеджерской команде. И у нас единственный показатель, единственная строчка, которая выделена красным – это менеджеры 15-процентного уровня. И здесь мы уверены, что в следующих каталогах мы наверстаем этот показатель, и также это будет зеленая цифра, и будет положительный результат. Мы с вами буквально недавно со многими из вас, с вашими менеджерами встречались на очередной встрече «Курс на Анталию», проекта «Курс на Анталию». Я не буду долго останавливаться, практически я уверена, что каждый из вас знает об этом проекте. Проект очень важный, и проект дает возможность поддержать ваших менеджеров, помочь им идти по квалификации, давать им возможность получать информацию, уникальную информацию, обмена опытом других успешных лидеров, успешных топовых наших лидеров, наших партнеров. Это действительно очень важно. А также показать тот уровень жизни, к которому стремятся все наши консультанты, о котором мы говорим, что выходя на уровень директора, золотого директора, ты получаешь европейский уровень жизни. И мы показываем и приглашаем совершенно уникальные места наших будущих директоров. И следующая встреча состоится 8 сентября, она будет в не менее уникальном месте, и я уверена, что все ваши менеджеры стремятся, и вы помогаете им, контролируя их результат, поддерживая их, помогая им выполнять те критерии, те задачи, которые были перед ними поставлены, чтобы они обязательно были на следующей встрече 8 сентября. И наши планы на 11 каталог. Может быть, кто-то скажет, что это скромные цифры. Я хочу сказать, что цифры достаточно амбициозные, и нам с вами нужно очень сильно потрудиться всем вместе для того, чтобы мы вышли на эти показатели. Но мы верим в то, что те инструменты, те инициативы, которые дает компания, о которых сегодня будут говорить мои коллеги в течение вебинара, они однозначно помогут каждому из вас достичь тех задач, тех целей, которые вы ставите перед собой. И общие цифры мы показываем для того, чтобы у вас было понимание того, к чему мы стремимся, и чтобы вы сверяли свои личные показатели с теми задачами, которые мы ставим перед собой как компания. Сегодня мои коллеги будут достаточно подробно и много говорить о всех инструментах, всех возможностях, которые дает компания в течение 11 каталога. Я хочу сказать несколько слов об одном важном инструменте, об одной важной инициативе и обратить еще раз ваше внимание на эту акцию. Я видела в скайпчатах, в большинстве из вас, многие из вас говорили о важности этой акции, многие уже придумали какие-то дополнительные активности у себя в СПО, чтобы привлечь внимание своих консультантов. Вы знаете, это очень-очень важный момент. Это не просто туалетная вода, это не просто, ну скажем так, очередная акция, там купи три, получи четыре и так далее. Это не просто запуск нового прекрасного аромата. Вот эта страница в каталоге, вообще сам каталог, он отражает наши ценности, наши ценности как компанию. И мы говорим о том, что очень важно помогать детям, и очень важно говорить о том, что мы как компания помогаем детям во всем мире. Мы являемся соучредителями детского фонда. Несколько лет назад я была на встрече в городе Оренбурге, и известный лидер мирового уровня Татьяна Ковзик, многие из вас о ней слышали, многие из вас о ней знают. Она вышла на сцену, и тогда у нас была акция с ручками. Тоже мы предлагали купить ручку, и покупая эту ручку, консультанты участвовали, вносили свой посильный вклад в помощь детям во всем мире. И Татьяна вышла и сказала такие очень простые слова, что на самом деле мы, конечно же, продаем продукцию, мы продаем продукцию Арифлейм, но она обратилась с призывом к аудитории, ко всем консультантам. Она сказала, сделайте так, чтобы каждый человек, не только в ваших структурах, не только те люди, которые уже в Арифлейме, но и те люди, которые еще об Арифлейме не знают, узнали об этой акции, к чему? Потому что тогда они увидят Арифлейм совсем с другой стороны, тогда они поймут, что Арифлейм не просто зарабатывает деньги, Арифлейм не просто несет красоту, Арифлейм не просто приглашает изменить свою жизнь, жить своих детей, это наша святая обязанность. А Арифлейм дает возможность сделать других детей счастливыми, помочь другим детям, и это очень-очень важно. И я сегодня призываю вас сделать так, чтобы каждый человек в вашей структуре, те, которые активны, те, которые неактивны, взяли в руки этот каталог, чтобы они посмотрели, обязательно почитали о том, что говорит ее высочество принцессы Швеции, чтобы они обязательно узнали о том, что Арифлейм сегодня помогает детям, чтобы они обязательно познакомились с нашей новинкой. И я уверена, что большинство из них абсолютно искренне захотят принять участие и внести свой вклад в такое замечательное и благое дело. А я желаю вам активного каталога, замечательных результатов, достижения всех ваших целей и задач, и удачи нам с вами. Спасибо, я вас люблю. Добрый день, дорогие лидеры. Мы продолжаем наш вебинар. Я хочу сказать, что у нас сегодня, как никогда, многочисленное количество лидеров, которые к нам сегодня присоединились, на самом деле это важно. Та информация, о которой мы сегодня говорим, о которой мы будем впоследствии делиться лидерами, это на самом деле очень важно. Поэтому я, в частности, все мои коллеги, мы присоединяемся к словам Екатерины по поводу нового аромата, который у нас участвует в таком замечательном, замечательной акции «Благотворительность для детей». Поэтому это всё очень важно, и об этом однозначно надо говорить. И сейчас мы немножко так плавно перейдём к продуктовой коммуникации, потому что этот аспект тоже очень важен, так как мы помогаем людям изменить жизнь, но мы косметическая компания, которая предлагает очень интересный, очень на самом деле эффективный, классный, разнообразный продукт, потому что наша продуктовая линейка славится своими интересными новинками, интересными продуктами, которые себя уже зарекомендовали, на сегодняшний день на рынке. Поэтому, естественно, вы уже смогли ознакомиться задолго до сегодняшнего дня с каталогом, который у нас работает, каталог номер 11. Поэтому мы сейчас буквально посмотрим, что у нас есть по основным направлениям. Ну, как вы видите, что тема каталога — это «Счастливые дети, счастливая ты». Мы делаем акцент на участие в акции компании в поддержку детей, о чём мы уже сегодня с вами говорили. И каталог предлагает нам сегодня широкий выбор различных бестселлеров с глубокими скидками, как в начале, так и в конце каталога. Конечно же, объединённые и как бы очень пересекающиеся с темой «Счастливые дети». В каталоге представлены как продукты, которые, естественно, себя уже давно зарекомендовали. Естественно, они уже не нуждаются в какой-то дополнительной рекомендации. Но также здесь мы обращаем внимание и на некие новинки, которые у нас появились. В частности, здесь я бы хотела обратить внимание на мужскую коллекцию спреев «Гоу», потому что, как говорят, что у нас мало продуктов для мужчин, но тем не менее мы делаем на них большой акцент. Их может быть и не должно быть много, но тем не менее выбор у нас есть. Поэтому обращайте внимание на эти интересные продукты. Также каталог предлагает широкий выбор по уникально низким ценам. И здесь мы хотим обратить ваше внимание на серию по уходу за молодой кожей. Это чайное дерево, которое, кстати, стало победителем премии Элор 2014, как самый интересный, уникальный продукт. Поэтому здесь, конечно же, в чем еще уникальность? Здесь у нас набор различных продуктов, которые очень хорошо смогут вам подойти по ежедневному уходу за кожей лица. Ну и, конечно же, в конце каталога вы найдете те скидки на продукты, в принципе, начиная от ухода за волосами, за руками, за телом в целом. И, конечно же, с большими объемами, с большими скидками. Это, естественно, серия The One, которая в дополнение, конечно же, по уходу к вашим рукам и ногтям вы сможете еще купить продукт с очень хорошей скидкой. Продолжая тему «Счастливые дети, счастливая ты», конечно же, мы не можем не обратить внимания. Я думаю, что ваши клиенты тоже были очарованы предложением набора зонтиков для мам и для их детей. Они очень хорошо, гармонично смотрятся, с интересными, яркими принтами. Несмотря на то, что у нас сейчас жара, но мы знаем, что у нас лето достаточно непредсказуемо, поэтому этот набор будет очень даже к месту, так как впереди у нас еще и такой осенний сезон грядет. Есть, естественно, глубокие скидки, то, о чем очень часто и очень клиенты наши любят, обращают на это внимание. Здесь у нас представлено тушь 5 в 1. Это легендарный продукт, но тем не менее он идет здесь в наборе с яркими тенями, потому что это лето у нас однозначно такими пестрит интересными акцентами, как, в принципе, то, что мы говорили. Зонтики, аксессуары, так это, конечно же, и мейкап. Поэтому сейчас я хочу сделать акцент еще на интересные новинки. Это неоновая губная помада 5 в 1. The One – это чудесная, интересная помада, одну из которых я взяла с собой. Я думаю, вы тоже смогли, простите, не успела нанести, но мы с коллегами перепробовали все цвета. Хочу сказать, что это не только яркий цвет, который дополнит вам акцент в макияже. Не всегда у нас получается сделать выразительные глаза, нанести румяна, нанести корректор. Но тем не менее, если вы не успели, то это ваша палочка-выручалочка. Достаточно такой яркой помады у вас в мейкапе вы будете выглядеть восхитительно. Тем более, она не только обладает насыщенным пигментом, но также в ней достаточно большое количество ухаживающих компонентов, которые сделают ваши губы не только яркими, но и достаточно увлажненными. На туалетной водичке Tender или Promis помимо того, что она участвует в акции, я хотела бы обратить внимание, что это легкий, приятный аромат. Если мы уж говорим о рекомендации, о продукте в целом, он достаточно такой универсальный. Да, сейчас вот мои коллеги-литеры тестируют его. Он содержит экстракт лилии, поэтому те, кто любит этот аромат, клиенты, которые любят именно нотки лилии вообще в туалетной водичке, то это, конечно же, лучшая рекомендация. Ну, естественно, поддерживает аромат прекрасный шлейф с запахом мускуса. Поэтому всё это в дополнение даёт такую единую гармонию, которая вам поможет быть окутана такой свежим летним ароматом. Ну и, конечно же, крем для век, который находится на странице 3.4.35. Я тоже хочу на них обратить внимание, чтобы вы со своими клиентами разговаривали об этом. Несмотря на то, что эти крема находятся сейчас по привлекательной цене, с хорошей скидкой, но, тем не менее, мы всегда говорим о комплексном уходе за вашим лицом. Независимо от того, что мы предлагаем скидку, но мы говорим, что в целом необходимо для нашего лица ещё другие продукты, которые нам позволят сохранить нашу красоту. Поэтому, что касается продуктовых акцентов на сегодняшний день, у нас вот такие моменты, которые мы выделили, мы надеемся, вы в работе с каталогом, потому что каталог – это наш основной инструмент, это витрина наша, как мы говорим. Поэтому вы сможете легко сориентироваться в работе со своими клиентами, потому что от этого зависит то, что приобретут, от этого зависит наш средний заказ, от этого зависит наш в целом товарооборот. Поэтому обязательно обращайте внимание на те продукты, которые вы рекомендуете. Также я бы хотела обратить ещё одно внимание. У нас сейчас работает, действует уже акция «Закажи три водички и получи четвёртую в подарок». Она у нас в премьер-брошюре, но, тем не менее, я думаю, что не все обратили внимание, несмотря на то, что сама брошюра у нас начинает работать чуть позже каталога. Но что касается этого предложения, там у нас есть сноска, что уже вы сейчас можете приобрести три водички и получить четвёртую в подарок. Поэтому рассказывайте тоже о клиентах. Не забывайте, что таким образом вы поможете детям, возможно, именно ваша помощь, именно ваша поддержка сделает многих детишек счастливым. Итак, я сейчас хочу передать слово лидеру, старшему золотой директора Наталье Шкловской, которая поделится своим опытом и своей команде, как они работают с каталогом, какие они на сегодняшний день применяют фишки, ну и, соответственно, результат, который у них есть. Наталья. Добрый день всем. Добрый день, уважаемые лидеры. На такие вебинары, конечно, подключаются самые успешные и быстрорастущие лидеры компании. И все вы, несомненно, умеете работать с каталогом. И у каждого из вас есть свои фишки по продажам. Но сегодня я поделюсь с вами, на что я обращаю внимание при работе с каталогом со своей командой и как мы эту работу делаем более эффективной. Все вы знаете, что каталог – это огромный магазин, но он в компактном варианте. А еще это очень важный инструмент успешных продаж. И от того, насколько мы с вами грамотно подойдем к работе с ним, зависит напрямую и наши продажи, и продажи наших менеджеров, и консультантов. И все вы знаете, что хорошая подготовка – это 90% нашего успеха. Для того, чтобы работать с каталогом максимально продуктивно, важна стратегия. Стратегия показа каталога. И, конечно, регулярность. Что касается стратегии, то она неизменна. Я обучаю свою команду использовать четыре шага при работе с каталогом. Первый шаг – открываем каталог, сразу изучаем суперпредложение, на что компания делает ставку. Обычно это новинка по суперцене, о которой нужно рассказать историю, легенду. В данном случае это легендарнейший аромат, новый запуск – это наша тендерля. Это продукт, который потенциально может подойти любому человеку. Продукт, который принесет вам очень хороший объем продаж. Далее, шаг два. Берем минимальную планку продаж. Это очень важно. Выделяем самые привлекательные предложения каталога. Мы еще их называем драйвер или главный герой. Вот его преимущество – это определенная планка для покупки, которая дает возможность повысить наши продажи. И в текущем каталоге у нас есть целых два привлекательных предложения. Это наши зонты по привлекательной цене и уход за кожей вокруг области глаз, наши известные популярные крема. Шаг три – это цель. Прежде чем давать консультацию нашим клиентам, мы обращаем внимание на последнюю страницу каталога. Как на цель. Вот цель – это добавить именно эти продукты в каждый заказ, так как это самая выгодная цена на самые нужные продукты. И только после этого клиент получает развернутую консультацию на популярные продукты по хорошим скидкам каталога. И шаг четыре. Мы его называем контрольный выстрел. Переходим к суперпредложениям на последних двух страничках каталога. Это суперпредложения, построенные по принципу комплементарных продаж. То есть они будут добавлением к суперпредложению начала каталога. Ну, например, если в начале аромат, то в конце средства декоративной косметики. И это, как правило, интересные инновационные новинки и суперпредложения. По такому принципу мы стали работать около двух лет. И наш товарооборот повысился по итогам прошлого года на, я не знаю, на сколько процентов, но смотря по нашим показателям, то есть рост. И вы сможете получить большой объем продаж, работая с каталогом именно по этому принципу. Конечно, нужно не забывать, чем больше каталогов, тем больше продажи. У нас в команде есть правило успешных продаж. 10 каталогов и 20 клиентов. Это, конечно, минимально. У каждого лидера есть свои фишки для увеличения продаж. Например, мы сегодня используем продукт за доставку как акцию. Мы предлагаем разместить заказ на 25-30 баллов и получить продукт по акционной цене плюс бесплатный привоз. Это очень хорошо работает, особенно для тех, кто любит большие скидки по акции или не очень активен как консультант. Важно иметь постоянных клиентов. И для того, чтобы клиенты возвращались к нам, мы с удовольствием дарим им подарки к заказу. Но это преимущественно пробники. Пробники следующих продуктов каталога, а лучше пробники новинок. Плюс, конечно, пригласительные на СПА и бесплатные мастер-классы. Свои каталоги можно оформить интересными фразами. Например, «Это выгодно», «Суперпредложение» или «Благодаря этому продукту вы сокращаете морщины». Например, моя любимая коллекция «Крем и коллаген». Я подхожу именно с этой фразой. «Ваша возможность в этом каталоге» и так далее. И не надо забывать, что большинство людей не могут выбрать товар по картинкам, поэтому для них есть специальные пригласительные на бесплатное тестирование. Они находятся также внутри каталога. Очень интересная идея «Бесплатный курьер» с каталогом. Идея также хорошо работает, ведь вовремя доставленный каталог – это своевременный заказ. Хорошо использовать рассылку, смс-сообщение, каталог заканчивается, успейте заказать продукт по выгодным ценам. И на последние недели каталога у нас есть такая фишка «Мы работаем с уже собранными наборами». Что это значит? Это для тех, кто по какой-то причине не успел посмотреть каталог или невнимательно его посмотрел. Мы выбираем самые лучшие предложения, которые подходят практически каждому клиенту и усиленно всей командой его рекламируют. Ну, такой минимальный заказ. Например, в текущем каталоге мы уже посмотрели, у нас есть легендарные продукты, например, «Тушь 5 в 1», «Плюс гель малина и мята» супер предложение или «Интим гель», «Набор нежной», «Шампунь». Можно добавить сюда и нужно добавить сюда супер предложение «Крем для век по спеццене». Примерно 20-30 баллов. Это 180-270 тысяч. Психологически такой заказ доступен всем. И вы можете составить, конечно, свои наборы. Это очень хорошо работает и приносит дополнительные баллы, особенно на закрытие каталога. Для хороших продаж в структуре важно понимать, что задача любого консультанта это решить проблему клиента и дать ему результат. Говорите о выгоде клиента. Он хочет покупать решение своих задач. Поэтому все, что нам нужно делать сегодня, это найти его задачу и показать, как замечательное предложение каталога «Арифлейм» поможет ее решить. Желаю всем хороших продаж и успешной работы с нашим каталогом. Спасибо. Добрый день, дорогие лидеры. Как вы заметили, у нас сегодня очень динамичные вебинары. Вновь поменялись спикеры. Мы впервые решили изменить немного концепцию вебинара для того, чтобы, наверное, не все полтора часа разговаривали только сотрудники, но в том, что, конечно, мы привлекли и лидеров, которые с удовольствием поделятся своим опытом. И я хочу от себя и от всей команды поблагодарить Наталью за ее прекрасное выступление. Наталья, спасибо вам большое за ваш опыт, за ваши идеи, за ту информацию, которую вы сегодня подарили всем лидерам, которые присутствуют на этом вебинаре. А в дальнейшем мы, конечно же, будем использовать такую концепцию. И на всех последующих вебинарах, которые неизменно будут проходить каждый первый вторник в открытии каталога в 11 часов, и даже несмотря на то, что следующий вебинар мы планируем проводить из прекрасной Валенсии, я более чем уверена, что ничего не изменится и в 11 часов в открытии каталога номер 12 мы будем вместе с вами и мы расскажем вам о последних новостях, которые огласили нам на золотой конференции 2015 года в Валенте. Ну что ж, мы с вами продолжаем и мы с вами очень много сегодня говорили об активности, о том, какие показатели необходимы каждому из вас для того, чтобы достигнуть своих поставленных целей. Мы говорили немножечко с вами о том, как отслеживать работу своей структуры, на что делать акценты. И, конечно, наша основная задача для того, чтобы максимальное количество людей в вашей структуре, максимальное количество консультантов разместили свои заказы в текущем каталоге и в последующих каталогах для того, чтобы поддержать нашу активность на уровне 70% и выше. Какие инструменты вы для этого используете? Это, конечно же, программа лояльности, искусство жить красиво. Я хочу сейчас обрадовать всех лидеров и менеджеров отличной новостью. Как только закрылся каталог, мы тут же получили от вас сообщение следующего характера. Я не знаю, радоваться этим сообщением или огорчаться этим сообщением, но они были в следующем контексте. Дорогие коллеги, помогите, пожалуйста, наши консультанты не успели, забыли заказать ложки, они очень хотят, и, пожалуйста, предоставьте нам эту возможность. Мы посмотрели на количество сообщений, конечно, чуть-чуть расстроились, что все-таки консультанты не успели сделать заказ в предыдущем каталоге и решили, что мы продолжаем, продлеваем возможность заказать ложки на период каталога номер 11. Поэтому, дорогие лидеры, я очень вас попрошу уж в этом каталоге сделать все максимальное для того, чтобы ваши консультанты все-таки разместили свой заказ и забрали свой долгожданный подарок. Но я хочу обратить ваше внимание, что такой вариант с вилками уже не пройдет, и поэтому здесь уже будет все на ответственности лидера. И если кто-то из ваших консультантов не успеет заказать вилки в положенный срок, то возможность до квалификации, до получения вилок мы больше делать не будем. Поэтому Наталья сегодня рассказала о всех возможных методах смс-сообщения, курьер, звонки и так далее. Я очень вас попрошу взять ответственность, всю ответственность на себя и, конечно же, приложить максимум усилий для того, чтобы ваши консультанты в этом каталоге добрали те ложки, которые они не забрали в прошлом каталоге, и, конечно же, забрали свой набор вилок. Потому что потом нас ожидают ложки и ножи далее, и хотелось бы, чтобы все-таки наши консультанты были активны каждый каталог. Продолжаем дальше. И, конечно же, помогает нам поддерживать активность наше предложение «Вау! Лето!». Я более чем уверена, что те показатели, о которых говорила сегодня Екатерина Мамедова, они действительно в большей части завязаны на том предложении, которое мы имеем сейчас и которое мы предлагаем нашим консультантам. И каждую неделю мы предлагаем для них очень интересные скидки на самые любимые, на самые уникальные продукты. И наша с вами задача для того, чтобы наши консультанты возвращались к нам не один раз в каталог, а целых три раза. Именно поэтому каждый раз мы пытаемся подобрать что-то новенькое, что-то интересное для того, чтобы у вас был еще один повод позвонить, рассказать, ну и, конечно же, вместе с вашим консультантом разместить заказ. Обязательно обращайте внимание, подумайте, какие могут быть активности по Ваулету, может быть, это могут быть большие блокады в вашем офисе, может быть, это может быть постоянная смс-рассылка после того, как вы получаете предложение по Ваулету, может быть, это имейл-рассылка и, может быть, это какие-то листовочки, которые вы вкладываете в заказы и так далее, и так далее. В этом плане ни в коем случае ни в коем случае не обращайте внимания на эту акцию, потому что, как вы знаете, Ваулета продолжается до 12-го каталога, и это, конечно же, ваша уникальная возможность повысить свои уровни, набраться мощности, набраться сил для того, чтобы в период 13-го и 14-го каталога открыть новое звание, и сегодня мы еще об этом с вами поговорим, почему именно в 14-м каталоге необходимо открывать новое звание. Ну что ж, вот у нас заветная цифра, минимальная заветная цифра, которая принесет вам возможность хорошего дохода на уровне старшего менеджера и выше, ну и, конечно, которая будет держать вашу структуру в тонусе. И сейчас я хочу пригласить на эту импровизированную сцену на наш вебинар лидера, который на постоянной основе имеет в своей структуре активность более 70%. Это старший, новый старший директор из города Минска Ольга Ковшун. И для сравнения, в каталоге номер 8 активность в структуре Ольги была 82%, и она поддерживает такую активность постоянно вместе со своей менеджерской командой. Что они делают, как они работают, как они расставляют акценты и какие инструменты они используют в работе, Ольга сейчас поделится с вами сама. Ну что ж, я сейчас поворачиваю наш монитор, и я хочу увидеть и услышать ваши бурные аплодисменты в приветствии Ольге Ковшу, нового старшего директора. Спасибо большое. Всем здравствуйте. Вы знаете, для меня это вообще впервые опыт выступления на вебинаре, поэтому я буду немножко волноваться и не всегда помнить, куда нужно смотреть, потому что с компьютером разговаривать достаточно тяжело. Вы знаете, на самом деле активность – это та величина, тот показатель, с которым приходится работать сознательно. Она не получается спонтанно, и в этом я убедилась на примере работы с моей командой. В случае моей команды активность действительно командный, сознательный результат. Все ключевые бизнес-партнеры в моей команде реально знают тот процент, к которому мы стремимся по итогам каталога, и реальный процент активности на сегодняшний день. Если говорить глобально, то все, что мы делаем в плане увеличения активности, можно разделить на два больших блока. Первый блок – это планирование вклада каждого ключевого бизнес-партнера в увеличение процента активных консультантов в команде. Если об этом говорить чуть-чуть подробнее, то, наверное, вы все знаете, у меня точно так же, как и у вас, уже на уровне 6% человек, в принципе, начинает работать со своей командой, уже самостоятельно делая звонки. У нас в команде на уровне 6% это принято делать под присутствием спонсора. Прямо буквально рядом спонсор садится и отслеживает, что же именно говорит 6%-ник и помогает ему правильно включиться, в общем-то, в разговоры, правильно вести беседу. Начиная с уровня 9%, человек уже может звонить дистанционно в то время, когда ему удобно и действительно делает звонки самостоятельно. При этом обязательно перед тем, как 9%-ник начинает работать со своей командой, он созванивается с вышестоящим спонсором и получает какие-то рекомендации, как это делать правильно. и обязательный созвон после уже разговора со своей командой обратно спонсору с результатами этого разговора. У всех менеджеров в моей команде есть каждодневный план на определенное количество звонков внутри структуры. Так, на уровне 9% человек точно знает, что он обязательно в день делает 3 голосовых звонка с членами своей команды. Это значит, что 3 человека в данном случае это те люди, которые выслушают ту информацию, которую ему говорит менеджер. То есть неотвеченные и недоступные сюда не считаются. На уровне 12% это 5-7 звонков в день в зависимости от размера группы. И начиная с уровня 15% и выше это уже 10 и более голосовых звонков в день. Более подробно о самих звонках расскажу чуть-чуть ниже. И второй большой блок, направленный в нашей работе на увеличение активности, это командные мероприятия. Они делятся как на обучающие мероприятия, я уверена, что в ваших командах такие тоже проходят. У нас тоже еженедельно есть обучение, так называемые школы. Кроме этого, это мероприятия, направленные на сплочение команды. Это, возможно, какие-то совместные походы в театр, что мы практикуем в последнее время, также выезды на шашлыки, походы в сауны и отмечания, например, каких-то дней рождения или каких-то других праздников. Знаете, мы заметили, что люди, даже которые спонтанно попадают на такие мероприятия, в дальнейшем гораздо лояльнее относятся к компании Арифлейм и с удовольствием размещают заказ на протяжении ни одного, а нескольких каталожных периодов, причем так-то, правда, с удовольствием очень хорошо в баловом эквиваленте. Если говорить более подробно о звонках, о работе со структурой, то в данном случае мы используем методику, которую когда-то мы прочитали в книге лидера, которую издавала компания Арифлейм от Альбины Хафизовой. Она говорила о том, что на первой неделе каталога принято работать со спящими консультантами структуры, на второй неделе каталога обзванивать людей, у которых распечатки текущие стоит единичка, то есть человек, который в прошлом каталоге разместил заказ, в этом каталоге по каким-то причинам до сих пор его еще не разместил. Ну и на третьей неделе каталога в принципе занимаются подтягиванием уже хвостов и доработкой каких-то нужных квалификаций. Сейчас объясню, как это работает в реальность, в данном случае в моей команде. Ну, на первой неделе каталога мы действительно в основном занимаемся звонками спящим консультантов в нашей структуре. При этом сейчас спасибо большое Ваулету, о котором уже упомянула Екатерина Дудкова, потому что действительно звонить спящим стало намного проще. Это люди, которые давно не размещали заказы, а следовательно, они вообще не в курсе о том, что такие спецпредложения суперские в компании есть. Поэтому мы активно используем Ваулета вот в этом направлении в том числе. Кроме того, кроме звонков спящих, уже на первой неделе каталога мы достаточно активно звоним людям, сообщая им о накопившихся уже у них баллах по программе лояльности. При этом обратите внимание, мы звоним не только тем, у кого баллы сгорают, а в принципе людям, как только у них уже 100 баллов по программе лояльности и выше. Чаще всего в моей команде люди забирают подарки по программе лояльности за 100 и 200 баллов, потому что у них есть заинтересованность в том, чтобы вот такой подарок забрать, а у нас есть возможность повысить активность за счет привлечения в общем-то людей, которые забирают просто подарки и их любят. На второй неделе каталога мы действительно обзваниваем людей, у которых единичка в текущей распечатке. Кроме этого, мы уделяем внимание людям, которые в распечатке помечены циферкой 2 и 3, а значит, они уже входят в базу активных консультантов, и собственно, это та самая активность, о которой мы в общем-то говорим. И на второй неделе каталога мы уже начинаем созваниваться с людьми, активно им напоминая, например, о серебряном премьер-клубе. Если на первой неделе каталога человек разместил заказ 50 и более баллов, мы обязательно с ним созваниваемся и рассказываем о преимуществах серебряного премьер-клуба. Если у человека больше 80 баллов за первую неделю, то мы очень подробно рассказываем про серебряный премьер-клуб и тут же обязательно упоминаем про золотой премьер-клуб, ну, как исполнительный денежный бонус, потому что раз у человека измотели 80 баллов, он, конечно же, показывает каталоги. Почему мы это делаем на второй неделе? У него еще есть полторы, а то и две недели для того, чтобы успеть дойти до этого уровня. И на третьей неделе мы действительно занимаемся проработкой хвостов, так называемых. Да, это, естественно, пошаговики, это те же самые премьер-клуба серебряный и золотой. Это акция, которая есть внутри команды, в нашем случае это 150 плюс 1 или участие в розыгрыше туалетных, вот в подарок. И на третьей неделе каталога мы теперь постоянно используем очень интересный метод. Это обмен распечатками между параллельными менеджерами, именно между параллельщиками. Я думаю, что в ваших командах точно так же, как и в моей, рано или поздно наступает замечательный период, когда далеко не все люди из вашей структуры готовы снимать трубку, когда вы пытаетесь им что-то коммуницировать или до них донести. А коли уж трубку снимают, то, в общем, не всегда очень рады вас слышать. На третьей неделе менеджер берет распечатку и таких людей подчеркивает попросту свои распечатки и отдает свою распечатку параллельному менеджеру. Параллельщик, соответственно, делает то же самое в нагрузку к данному менеджеру. И, вы знаете, мы обнаружили очень интересный результат. Оказалось, что определенный процент людей, их немало, готов разговаривать, делать заказы и контактировать только не с тем менеджером, у кого в структуре он находится, а по каким-то причинам с параллельным менеджером. И у нас сегодня уже есть люди в группах у параллельщиков, завязанные на другого менеджера. И, в общем, все уже знают, что это тоже определенный процент активности, потому что, коли твоих ведет параллельный менеджер, то, естественно, ты ведешь его группу. И мне кажется, что это тоже удачный вариант для повышения активности. Кроме того, естественно, раз в неделю, поскольку у нас обучающие мероприятия проходят раз в неделю, мы обязательно приглашаем людей на обучение. Сейчас мы не называем это школами, мы называем это дамскими клубами либо просто клубами. Таким образом, получается, что каждый консультант в нашей структуре имеет звонок от менеджера один-два раза в неделю. То есть, один-два раза в неделю мы разговариваем с каждым человеком в нашей команде. Чтобы такие разговоры не были длительными и напрягающими для людей, мы очень жестко отслеживаем тайминг такого разговора. Разговор длится две-три минуты, не более. Если разговоры ваши будут достаточно длительными, то через несколько уже ваших звонков люди не очень охотно будут снимать трубку, потому что это занимает много времени и им, в общем, не очень хочется. Для тех новичков, которые еще пока что очень любят говорить по телефону, у нас есть достаточно простое обучение, как сделать разговор коротким, но перед новичком кладем телефон с таймером, и когда проходит две минуты на телефоне, новичок знает, что разговор нужно сворачивать, независимо от той информации, которую он успел либо не успел высказать в данном случае. Поэтому довольно быстро мы приходим к тому, что разговоры у нас довольно-таки короткие получаются. Вы знаете, когда мы созваниваемся с людьми в нашей команде, у нас есть обязательные условия, чтобы человек на том конце провода всегда имел под руками листочек и ручку, чтобы он мог записать информацию, которую мы ему даем. Если у человека нет сейчас возможности записывать, мы назначаем перезвон. То есть, ребят, мы буквально не разговариваем с людьми, если они не могут сейчас писать. Мы делаем все для того, чтобы созвониться позднее. Естественно, в каждом нашем звонке мы делаем рекламу трем-четырем продуктам компании Арифлэн. Мы сознательно рекламируем дорогие либо средние по ценовой категории продукты. О каких-то супер-скидках мы упоминаем довольно-таки бегло, как правило, давая ссылку только на страницы, на которых можно посмотреть эти самые супер-скидки. Все реклама продукции должна быть какой-то изюминкой. Мы стараемся давать рекламу таким образом, чтобы человек понимал, почему это средство от компании Арифлэйм более выигрышное среди аналогов на рынке других косметических компаний. Поэтому, в общем-то, важно его приобрести и выгодно для человека именно в нашей компании. Вы знаете, крайне редко после уже состоявшегося разговора мы используем такой вариант, когда мы человеку по вайберу можем прислать указания страничек, на котором находится продукция, о которой мы разговаривали, либо какая-то дополнительная реклама тех же самых продуктов. Но это крайне редкий вариант. Кроме того, сегодня в Одноклассниках у нас есть командная группа, она называется «Команда-победитель», и так называется «Моя команда», на которой тоже мы стараемся размещать, например, акции о продуктах за доставку, акции ваулета, либо какие-то замены в каталоге, чтобы люди могли с этим делом тоже познакомиться. Вы знаете, не так давно мы пришли к очень хорошему, мне кажется, варианту, раз в неделю в среднем мы стараемся созваниваться с людьми или хотя бы раз в каталог, если уж совсем человек, не берущий трубку или крайне редко берущий, с так называемыми без-орифлеймовскими звонками. Когда мы с человеком не разговариваем ни про компанию Орифлейм, мы не разговариваем ни о продукции, мы чаще всего разговариваем о самом человеке. Очень хорошо работают такие звонки, если вы уже знаете профессию человека, то вы можете попросить у него какой-то совет связанный с его профессиональной деятельностью, либо попросить порекомендовать специалиста, что, в общем-то, вызывает, как правило, доверие человека к вам и, в общем, облегчает намного общение. Вы знаете, мы увидели очень интересный результат, что после таких без Орифлеймовских звонков люди охотно назначают следующий звонок, с удовольствием берут трубку в следующий раз и гораздо активнее включаются в те активности, в общем-то, о которых вы рассказываете людям и гораздо активнее размещают заказы. Вы знаете, вообще-то активность, как и все другое, наверное, в нашей работе начинается с лидера. И здесь я вас не удивлю. В первую очередь должно быть принятое решение лидера и затем уже подключение всех его ключевых бизнес-партнеров. Говорят, что рыба тухнет с головы. Но вы знаете, и процветает, наверное, тоже. Я вам хочу сказать, что над активностью не получится, к сожалению, поработать один раз, а потом постоянно наслаждаться такими результатами, как стабильно высокий процент активности. на собственном примере могу сказать, что три, а то и четыре каталога уже после того, как вы получите стабильно хороший, высокий процент активности, вам нужно будет держать руку на пульсе и уделять этому направлению в своей работе какое-то, в общем-то, время в своей рабочем графике. Знаете, для себя я когда-то поняла очень простую вещь, что постоянно высокая активность приводит к лояльно настроенным клиентам. А среди лояльно настроенных клиентов всегда находятся ваши будущие потенциальные ключевые бизнес-партнеры. Поэтому, как ни странно, отслеживая только лишь такой показатель, как приличная активность в вашей группе, это будет хороший задел в дальнейшем, чтобы вы нашли новых ключевых бизнес-партнеров и закрывали новые квалификации в вашей команде. Я вам желаю всего самого хорошего, быстрого роста и достижения новых квалификаций в структуре. Спасибо большое, Ольга, за такое потрясающее выступление. Мы все вместе получили профессиональное удовлетворение, потому что в ближайшую командировку мы знаем, с чем мы поедем, с какими идеями, с какими фишками. И, наверное, еще раз проговорим с вами уже на индивидуальных координациях, что же мы будем делать из того, что сегодня презентовала нам Ольга. Потрясающая система работы, потрясающая система поддержания активности. Ну и все-таки все эти идеи, все эти фишки дают тот результат, который нам с вами так сейчас необходим для того, чтобы поддерживать активность на уровне 70%. Но ни одной активностью живы будем. Как вы понимаете, что так или иначе, для того, чтобы активность была 70%, нам необходимо приглашать новых людей в нашу команду, в наш бизнес. И никак мы не обойдемся с вами без рекрутирования. И уже третий каталог идет рекрутинговая компания «Счастливые дети, счастливая ты». И мне хотелось бы обратить ваше внимание, что уже совсем немного времени осталось до ее завершения. Я прошу вас еще раз пересмотреть ваши планы, планы вашей команды, еще раз посмотреть, какой процент вы уже сделали для достижения своей цели. Возможно, еще раз что-то пересмотреть, возможно, еще раз что-то перепланировать, для того, чтобы все-таки в результате достигнуть того, о чем вы говорили в самом начале старта данной рекрутинговой кампании. Для того, чтобы вам было удобно отслеживать ваши результаты, результаты вашей команды на нашем сайте, есть потрясающие отчеты, которые показывают вам текущую ситуацию по рекрутинговой кампании «Счастливые дети, счастливая ты». Вы каждый день, можно даже каждую минуту, вы можете заходить и отслеживать, сколько людей в вашей команде появилось, какие заказы они сделали, какие результаты вы на текущий момент имеете. Обязательно, сегодня, если кто-то из вас еще не пользуется этим отчетом, он находится на нашем сайте в панели «Мой бизнес», управление структурой, и там абсолютно огромнейшее количество, я вчера даже не смогла пересчитать, сколько у нас там различных отчетов по всем программам, обязательно еще раз их изучите, зайдите в этот отчет, запросите все необходимые данные, которые вам нужны, проанализируйте их, ну и еще раз оцените ту ситуацию, которую вы имеете на данный момент. Поставьте перед собой планы по рекрутированию на текущий каталог. Кстати, хочу вам сказать, что еще в нашей презентации, в конце нашей презентации я также расскажу вам о тех письмах, которые будут рассосланы каждому лидеру с уровня старшего менеджера, и там вы увидите конкретные рекомендации от отдела продаж по тому, какое количество рекрутов должно быть в вашей команде по итогам этого каталога, какая активность вам рекомендована, сколько активных людей должно быть в вашей команде для того, чтобы получить эту активность, ну и, конечно же, какой-то вороборот мы рекомендуем вам для того, чтобы достигнуть той цели, которую я сегодня оглашу, которую я вам сегодня расскажу в конце нашего вебинара. Ну, а сейчас, раз уж мы с вами заговорили о рекрутировании, я хочу пригласить на наш вебинар со первого директора из города Слонима, простите, да, видите, подзабыла, только еду в гости и уже забыла, Наталью Жигалик, которая неизменно из каталога в каталог со своей командой показывает потрясающие цифры по рекрутированию. В среднем, наверное, количество людей, которые приходят в персональную группу Натальи, это около 50 человек в каждый каталог, и вы видели Наталью в топ-15, Наталью и ее команду в топ-15 рекрутеров по итогам каталога номер 10. Ну что ж, ваши аплодисменты, Наталья Жигалик, которая с удовольствием сегодня поделится, как они рекрутируют сейчас, в нынешнее время, и как они получают такие замечательные, выдающиеся результаты. Наталья, приветствуем вас! Приветствую всех лидеров! Спасибо, Катюша, за хорошее представление, очень приятно. Я, в свою очередь, попытаюсь быть полезной, и хочу сказать, что на сегодняшний момент, конечно, рекрутинг для нас самое важное, новые люди, и, как говорил наш генеральный директор, это действительно кровь, новая кровь нашей структуры, из которых мы ищем, естественно, бизнес-партнеров. Я хочу сказать, что рекрутинг на сегодняшний момент за 8 лет работы, я на сегодня считаю, что должен быть профессиональным, потому что мы всегда говорим, приглашайте своих людей, приглашайте на мероприятия, и на самом деле, очень часто наши новые консультанты говорят такие вещи, что я приглашаю, но они не приходят. Наверное, вы тоже слышите это от своих партнеров растущих, и на сегодняшний момент мы в своей команде поставили такую цель, что рекрутинг должен быть в первую очередь профессиональным. Для того, чтобы правильно пригласить человека к нам на встречу, для того, чтобы он получил положительный результат и ему понравилось, мы должны уметь правильно приглашать. Кажется, что может быть проще пригласить на сегодняшний момент, когда огромное количество акций, огромное количество предложений, и на самом деле нам есть чем удивить сегодня нашего потенциального покупателя. Но бывают моменты, когда люди проходят мимо. И я считаю, что рекрутинг, профессиональный рекрутинг на сегодняшний момент очень тесно связан с нашими обучающими программами. Лидеры уже, которые выступали передо мной, они говорили о школах, и я хочу сказать, что на сегодняшний момент те консультанты, которые посещают наши школы бизнеса, они у нас так и называются школы бизнеса, они больше всего рекрутируют. Почему? Ну, наверное, потому что мы их очень правильно рекрутируем, и в первую очередь меняется мышление самого консультанта. Ему не стыдно, он понимает, что это его, может быть, будущая работа, он понимает, что севой маркетинг это здорово, понимает то, что мы можем получать со временем пассивный, остаточный доход, и он начинает гордиться тем, чем он занимается. Поэтому профессиональный рекрутинг, на сегодняшний момент у меня такая фишка в команде, для того, чтобы было больше, вернее, было меньше отказов и больше приглашенных на наши встречи. Что мы делаем? Конечно, на школах первые занятия, наверное, не так же, как у вас, о преимуществах сетевого маркетинга, истории сетевого маркетинга, мы этому касаемся, для того, чтобы люди понимали правильность профессии. Мы говорим о том, что нашему бизнесу тоже нужно учиться, чтобы получить результат, чтобы стать профессионалом, потому что только профессионалы, только грамотные люди получают деньги в любой профессии, в том числе и в нашей профессии. Подбираем методы. Естественно, наши консультанты, партнеры будущие, растущие партнеры, они к нам могут вступить в нашу школу уже с 3%, начальную школу. Они изучают методы, методы рекрутирования. Пробуют они разные методы, но выбирают свой любимый, потому что, естественно, любым методом им легче приглашать. По опыту прошлых каталогов, те растущие структуры, которые у меня, ну, в этом каталоге я могу тоже сказать, что персональной группе у нас есть новые уровни, это и новые 9% группы, новые 12%, новые 15% группы. Это люди, которые посещают обучающие школы. Раз в неделю они приходят к нам на обучающую школу. Это начинается школа у нас в 17.30, заканчивается в 19.00, летом это очень хорошо, и мы, естественно, учим их правильно приглашать людей. То есть начальная такая школа, но она очень много дает нашим людям. И что я увидела? Что именно те люди, которые посещают школу, они больше всего приглашают. Приглашают профессионально, приглашают грамотно, и, естественно, люди остаются. Еще немаловажную роль играет такой соревновательный характер. Естественно, на школе у нас есть домашнее задание. Столько людей ты пригласил на мероприятие к вышестоящему спонсору. Люди это называют, эту цифру. Естественно, они смотрят, какую цифру назвал его коллега, который сидит рядом им за столом. Это тоже очень сильно действует. И в следующий раз, конечно же, ему не хочется отстать от того человека, у которого есть результат. Очень хорошо работают рейтинги. Поэтому еще раз убедилась, что лето это лучшее время для того, чтобы проводить хорошее обучающее мероприятие, естественно, увеличить рекрутинг. Лето это более солнечный день, то есть люди могут остаться и в любом случае больше времени посвятить рефлэм. Какими методами работает сейчас моя структура? Я хочу сказать, что на сегодняшний момент те структуры, которые у меня растут, больше всего работаем к приглашению на велнос. На велнос, на весы Тонита. Конечно, работают разные методы, но именно этот метод на сегодняшний момент результат. Ну вот, допустим, пример последний. Новая 12-процентная группа лидера растущего 780 баллов из 12% это велнос. И очень интересно, что так как это региональная группа, мне приходится выезжать из города Слонима, за один день, то есть во вторник, мы провели 4 встречи по велносу, наполняемость была там 4-5-6 человек, но все люди разместили заказы по велносу, все. То есть кто-то заказал ПЭК, кто-то заказал Велнос плюс ПЭК, естественно, лидер, у которого было 700 баллов, он поднял свою структуру до конца каталога и получил замечательный результат, новый уровень, естественно, огромный стимул расти дальше, потому что он вошел в новые программы, ему это нужно все рассказать, объяснить. Естественно, сейчас у человека энтузиазм, и я думаю, что на сегодняшний момент вот Жанна находится у нас на вебинаре, слышит, и я ее еще раз поздравляю с таким замечательным результатом. Как приглашаем на велнос? Именно через рекомендации. Если человек пришел на встречу, ему понравилось, естественно, мы задаем такой вопрос, вам понравилось? Естественно, понравилось. И он увидел свой, что самое главное? Конечно, я не знаю, как у вас, у нас люди больше всего реагируют на свой биологический возраст. На свой биологический возраст. Когда они видят, что ему 33, а биологический возраст 50, понимаете, это дает какой-то стимул заняться своим здоровьем. И все остальные показатели, мы рассматриваем их индивидуально, и потом говорим, что, наверное, у вас, в вашем окружении есть те люди, которым хотелось бы обратить внимание на свое здоровье. Естественно, ваш консультант или новичок, он знает, что это все-таки вопрос актуальный, мир полон чудес, как я говорю, то есть вокруг есть люди, у которых есть проблемы со здоровьем или с весом, естественно, и он приглашает по рекомендациям на следующую встречу своих знакомых. Мы даем еще такую маленькую ему поддержку. Мы говорим, что если от вас на следующей встрече будет 5 человек, то вы получите еще от нас презент, комплимент или гарантированный подарок за то, что вы рассказали своим близким. Вы знаете, на сегодняшний момент этот метод у меня более действенный. Метод рекомендации. Люди рекомендуют, людям нравится. Да, они приходят в Reflame, да, мы потом им рассказываем о каталоге. Заканчиваем презентацию мы всегда такой фразой. Рассказываем, естественно, о ПЭКе, показываем видео, все это подтверждаем фактами, историями. У вас, естественно, эти истории тоже есть. Приглашаем, конечно, много медицинских работников. У нас они и менеджерами у меня в команде есть люди, которые занимались или занимаются до сих пор своей профессиональной деятельностью. Естественно, заканчиваем такими словами. Когда вы идете в аптеку, покупаете омега или витамины, скажите, вам в аптеке что-нибудь взамен еще кроме чека дают? и все люди говорят, что нет. А здесь мы вам говорим, что вы, покупая, делая подписочку на Wellness Pack, собираете баллы, рассказываем, подводим их опять к продукту, вы можете выбрать себе по программе лояльности всего лишь за 100 рублей хороший, замечательный, натуральный продукт. Вы знаете, это действует. Получается, мы через Wellness работаем уже с продуктом и показываем каталог. Потому что город, в котором мы работаем, это 50 тысяч населения, это маленький город. Естественно, очень важно имидж компании, очень важно бренд, и мы стараемся повышать уровень и обслуживание. Наш офис работает каждый день, без выходных, без обеда с 10 до 19.00. Это делает нам большой плюс, потому что людям очень нравится прийти в любой момент, забрать свой заказ или проконсультироваться. Естественно, мы обслуживаем и другие структуры, и я знаю, что людям нравится. Другой момент по рынку. Конечно, у нас работает промостойка, это, я, наверное, не новость вам скажу, но промостойка работает, если на ней работать. Больше работают на промостойке, конечно, девочки молодые, да, и, конечно, они приглашают, улыбаются и тестируют люди продукты. Есть, конечно, регистрация из промостоек, но сегодня, опять же, скажу, группы, которые у меня растут, часть людей, которым за 50, 50 плюс, им не очень всегда удобно, там, и по погодным условиям выходить на промостойку. Мы им даем такую возможность и показываем, что наш бизнес развиваться может и другим способом. Я сама росла без промостойки и за год стала директором. И мы им, конечно же, показываем работу со списком знакомым. Я ничего, опять же, вам нового не говорю, но мы учим людей профессионально звонить. Вы тоже учите. Ну, правильно, выступала девушка, старший директор передо мной, она все правильно говорила, нужен контроль. Естественно, нужен контроль, чтобы вы могли спросить, сколько звонков ты сделал, какой выход. Тогда будет, конечно, и наполняемость людей на мероприятии, тогда будет, естественно, результат. То есть вот эти три метода, которые на сегодняшний момент дают хороший результат по рекрутингу, люди приходят, люди довольны, они, конечно, у меня работают. Метод рекомендаций, это от близких к своим знакомым через Wellness, метод промостойка и метод списка знакомых, который работает всегда, это классика, в любую погоду, он мне всегда нравится. Единственное, что мы не освещаем и не приглашаем в Reflame. Мы всегда говорим информацию, не называя компанию. Это может быть, естественно, и подарить подарок другу, мы его тоже используем от случая к случаю и, допустим, опять же, на весы Танита приглашаем, то есть на диагностику своего тела. То есть это все работает, если этим методом работать регулярно, регулярно. Еще очень важно, для того, чтобы рекрутинг был постоянным, а не от случая к случаю, конечно, подвязывать людей к должностным обязанностям. Я на самом деле об этом говорю, потому что, если не работать в нашем бизнесе профессионально, то есть систематически, если не будет системы, я думаю, рекрутинг тоже будет таким спонтанным. Поэтому все менеджеры, которые работают в моей команде, персональной группе и моих директоров, я знаю, что они подвязываются к системе PRO. Я росла на этой системе, мне она очень нравится, и мы используем этот метод и по рекрутингу, чтобы каждый знал свои должностные обязанности. То есть до 9% он должен автоматом очень хорошо работать по трем показателям. Прекрасно, профессионально приглашать, замечательно показывать, уметь знать все, что говорили действительно наши лидеры, все эти фишки и, естественно, самому пользоваться продуктом. То есть все эти моменты прорабатываются до автоматизма. И если у человека нету комплекса, если он понимает, что он делает замечательное дело, он показывает людям и замечательный продукт, им легко приглашать. Это очень важно, поменять мышление у консультанта. Мышление, я считаю, что это то, что делает из консультанта-лидера. Поэтому еще раз повторюсь, то, что мы подвязываем рекрутинг обязательно к обучающим мероприятиям. Ну и момент, который, конечно, я уже работаю с этим пять лет. Это опять же о бренде. Он тоже очень хорошо нам помогает в рекрутинге, делает рекрутинг более комфортным. Это, наверное, то, что мы занимаемся командообразованием. Мы каждый год уже пять лет выезжаем со своей командой в Европу. Мы выезжаем и смотрим замечательные страны, и Францию, и Германию. И в этом году мы 14 дней были в Италии. Это все благодаря, конечно, компании Reflame, потому что если бы компания когда-то меня не взяла в Рим, это была моя первая поездка на золотую конференцию, и я не увидела всю мощь компании, всю красоту, все, ну, то, что на самом деле показывает совершенно другой уровень, я, наверное, может быть честно и не знаю или осталась, расслабая я вообще. И поэтому то, что меня зацепило, я пытаюсь показать своим консультантам. 44 человека на хорошем комфортабельном автобусе выезжают в Европу, и мы живем только в хороших отелях. Да, мы платим деньги, но это путевки дешевле, так как нам делают скидки компания, мы работаем только с одним турагентством, мы его проверили. Это хорошие отели, 3-4 звезды, это без ночных переездов, люди, простые люди, у меня ехало, ну, кстати, человек 10, это были пенсионеры, которые, естественно, бы не выехали, поездка из Слонима и обратно в Слоним, они получают, конечно, огромное удовольствие, выезжают, смотрят мир, и они рассказывают об Арифлеем, потому что город маленький, естественно, к нам приходят люди просто в офис и говорят, что вы путешествуете, можно ли зарегистрироваться к вам до того, чтобы потом с вами поехать. Мы, конечно же, рассказываем, что вы должны быть постоянным клиентом, и это, вы знаете, работает, приходят очень интересные люди, люди, ну, просто вам хочу сказать, с деньгами, они повышают, мы повышаем свой брендинг, мы говорим о том, что Арифлеем это замечательный натуральный продукт, но вы можете с нами дешевле путешествовать, путешествовать, получать удовольствие. В каждом путешествии мы, естественно, стараемся говорить о Арифлеем, мы рекламируем велнос, люди это видят, мы ужинаем, допустим, велносом, и с нами постоянно шейкеры, мои лидеры с пэками, постоянно, постоянно, 14 дней, немножко люди ненавязчиво слышат о Арифлеем, мы пользуемся солнцезащитными средствами от Арифлеем, естественно, консультанты рассказывают об этом другим людям, и мы очень довольны, потому что у нас уже хороший в этом отношении сложился имидж, очень много хороших отзывов, это работа, это достаточно серьезная работа, но с командой это не сложно, потому что каждый лидер, который хочет поучаствовать, допустим, в этой поездке, он приглашает свое количество людей, там кто-то приглашает 5 человек, кто-то 7 человек, естественно, команда набирается, мы таким образом и работаем, и отдыхаем, и говорим о продукте, и говорим о велносе, естественно, таким образом рассказываем о том, что вы можете путешествовать с компанией бесплатно, и мне очень приятно, что у меня едут люди, 3 человека едут и в Египет на конференцию, и уже много людей запущено в программу на Анталью, потому что, когда ты сам что-то любишь, ты можешь с удовольствием это приглашать, естественно, рекрутинг делается с таким энтузиазмом, потому что мы предлагаем эксклюзивное, эксклюзивное действительно предложение, то, что раньше не было, я всегда говорю, представьте, я росла и стала директором, но на уровне менеджера меня никуда не приглашали, то есть только с уровня золотого директора, пользуйтесь такими возможностями, приглашайте людей и рассказывайте, потому что на сегодняшний момент они тоже могут стать участниками замечательных конференций для менеджеров, и люди приводят, люди рассказывают, в 10 каталоге у меня квалифицировался 9%, человек, который только два каталога работает, два каталога, она посещает школу менеджеров и по итогам 10 каталога вышла на результат 9%, конечно, ей понравились те условия, что можно параллельно работать в нескольких программах, и в Торборосте, и в программе на Анталью, и естественно в программах вот наших счастливые дети, счастливые мы, то есть одновременно участвовать в трех-четырех программах, делая одну и ту же работу, где мы можем найти такую замечательную компанию, естественно, это работает, главное делать это систематически, поэтому я считаю, что в рекрутинге нет никакой проблемы, если вы, вы все здесь лидеры, правильно запустили своих директоров, правильно запустили своих менеджеров, естественно, правильно запускаем и рассказываем о рекрутинге, своим начинающим бизнес-партнерам, потому что личный пример это очень важно, естественно, они наглядываются на нас, смотрят, какой у нас результат, поэтому на всех школах, на всех планерках, я всегда говорю, сколько у меня бонус-баллов по программам, прошлая программа у меня более трех тысяч баллов, в этой программе тоже уже новички растут, естественно, баллы прибавляются, когда лидер сам в тонусе, он показывает личный пример и рекрутингом, и помощью своим партнерам растущим, естественно, есть результат. Я надеюсь, что я была вам хоть чем-то полезной, спасибо за внимание, мне очень приятно, то, что меня пригласили поделиться с вами своим опытом, я всегда черпаю от вас информацию, спасибо огромное. Наталья, спасибо большое вам за то, что приняли наше приглашение, да, и для того, чтобы остальные лидеры понимали, насколько наши спикеры сегодня молодцы, насколько они быстро подготовились к предложению, стать спикерами нашего вебинара, поступило им в часов, наверное, шесть вчера, и поэтому я безумно благодарна вам за то, что вы согласились, за то, что вы успели подготовиться в столь сжатые сроки, за то, что вы подготовили действительно самую-самую вкусную, самую полезную информацию для всех лидеров нашей страны. Ну что ж, а мы продолжаем с вами, у нас еще небольшая осталась часть нашего вебинара, вот такой пакет инструментов есть у вас для работы в 11-м каталоге, этот пакет инструментов также будет разослан вам, вы сможете использовать вот такую листовку для напоминания себе, для напоминания своей менеджерской команде о тех предложениях, которые существуют на текущий момент в нашем каталоге, и, конечно же, о тех акциях, которые на данный момент работают и могут принести вам желаемый результат. Используя все это, рекрутируя, систематично, как сказала Наталья, поддерживая активность в каждый каталог, вы, конечно, неизменно станете участниками программы «Мой автомобиль» от компании «Рефлейм» и ежекаталожно будете получать все бонусы. Я хочу, чтобы вы еще раз вспомнили те условия, которые необходимы для получения бонуса «Мой первый автомобиль». Как показала практика в закрытии каталога, это была у нас суббота, неизменная суббота, очень много вопросов возникает у вас, какие же все-таки условия, какие же все-таки критерии для того, чтобы я получил бонус «Мой первый автомобиль». Одно из важных условий, которое, наверное, мы с вами немножечко забываем, это условие, что вам необходимо для получения бонуса «Мой первый автомобиль» в текущем каталоге. Для того, чтобы получить бонус в текущем каталоге, вы должны быть не ниже уровня 22% и иметь звание старшего менеджера по итогам прошлого. То есть, когда в 10 каталоге у вас уровень 22%, то тогда в вашем информационном листике в колоночке «Условия программы «Мой первый автомобиль»» у вас появляются критерии, выполнив которые, вы получаете бонус. Поэтому вы, в принципе, сможете легко ориентироваться. Если по итогам прошлого каталога у вас не было уровня 22%, а в этом каталоге вы планируете выйти на уровень 22%, то, к сожалению, в этом каталоге бонус «Мой первый автомобиль» вы получить не сможете. Сможете его поначать в квалификации. Но этот бонус только в следующем каталоге. Конечно же, для получения всех бонусов вам необходимо выполнение личных бонус-баллов. Ну и прирост в персональной группе и, конечно же, 10% рекрутирования от вашей персональной группы. Это и есть бонус «Мой первый автомобиль». Он несложный, в нем всего лишь надо разобраться и запомнить вот эти вот, наверное, четыре главных условия. Это уровень 22 по итогам прошлого и текущего каталога, это прирост бонус-баллов, это, конечно же, рекрутирование и личные бонус-баллы. Еще один момент, который хочу также с вами обсудить. Здесь собралась одна из растущих команд наших, одна из самых сильных лидерских команд. Обязательно обратите внимание на очень важный показатель. И не путайте, как мы их назовем, обычных рекрутов, которые находятся в верхней части распечатки последнего листика, где просто написано «рекруты». Чаще всего эти рекруты отличаются от тех рекрутов, которые прописаны у вас в программе «Мой первый автомобиль». Почему? Потому что общие рекруты это те новички, которые разместили любой балловый заказ вне зависимости от срока. То есть они могут разместить и в 21 день, и не в 21 день, и они засчитаются у вас как рекруты. А на программу «Мой первый автомобиль» вам нужны рекруты, которые разместили свой заказ минимум на 10 бонус баллов в течение 21 дня. Это очень важный показатель, который очень часто путают лидеры. Что касается отслеживания данной программы, то у вас есть два инструмента информационный листик и сайт. На текущий момент я хочу вам сказать, что информационный листик обновляется примерно в течение 15-20 минут данной программы, и поэтому если вы закрываете бонус «Мой первый автомобиль» в пятницу, то в субботу вы можете быть абсолютно спокойными, что все результаты у вас выполнены. Касательно закрытия таких бонусов, как «Мой первый автомобиль» и бонусы «Турбо Росту Менеджера», то, конечно, откладывать их на субботу это очень рискованно, потому что каждая суббота теперь у нас как определенное испытание и шансов, что система будет работать очень хорошо у нас с вами нету, поэтому я рекомендую все-таки вам закрывать данные программы гораздо ранее, в пятницу и вели по возможности в четверг до завершения каталога. Выполняя бонус, используя все инструменты, я более чем уверена, что вы станете участниками мега-золотой конференции 2016 года, и еще раз давайте вспомним о квалификационном периоде на золотую конференцию, которая пройдет в Стамбуле, на нее квалифицируются лидеры, которые выполнили условия по группам, впервые 25 групп необходимо, либо откроют и закроют новое звание с уровня золотой директор за квалификационный период с пятого каталога 2015 по четвертый каталог 2016 можете еще раз записать для себя эти даты, внести в их ежедневник, наклеить на холодильник или повесить просто где-то в офисе для того, чтобы каждый каталог вы понимали, когда вам необходимо открывать новое звание с уровня золотой директор. По нашим подсчетам, для того, чтобы квалифицироваться по новому званию, вам необходимо открывать звание в 14, не позднее 14 каталога 2015 года, поэтому сейчас у вас самое время для того, чтобы набрать обороты, набрать сильную команду и открыть все-таки новое звание. Касательно квалификационного периода для наших менеджеров, то квалификационный период у нас начался в седьмом каталоге 2015 и закончится в первом каталоге 2016 года. Есть разница между золотой конференцией и конференцией менеджеров, поэтому тоже очень попрошу вас не запутаться. И обращаю ваше внимание, что новички, которые придут в 14 каталоге, также могут включиться в данный квалификационный период, но мы с вами прекрасно понимаем, что сделать им надо будет какое-то нереальное мегаусилие, потому что уже в каталоге номер 15 им необходимо будет выйти на уровень 18%. У нас, конечно, есть такие консультанты, у нас есть такие новички, которые показывают такие мега-результаты, но все-таки я думаю, что не будем откладывать с вами это все на последние дни, последние каталоги и будем приглашать новичков, и будем вести наших менеджеров уже сейчас. Основные ключевые точки контроля, которые вы должны знать, которые вы должны отслеживать, как лидеры каждый каталог. Я очень попрошу вас, дорогие лидеры, ни в коем случае не надейтесь на то, что ваши менеджеры будут ежекаталожные ежедневно отслеживать свои результаты для квалификации на конференцию. Они там еще не были, они никогда не видели даже фотоотчетов с этих конференций или видеоотчетов, и поэтому они, наверное, еще не понимают важности квалификации на эту конференцию. Они не понимают, какую информацию и какую мотивацию они там получат. Поэтому, в первую очередь, их квалификация важна для вас, для лидеров, и поэтому именно вы должны каждый день и каждый каталог отслеживать их результаты. И 10 раз в день напоминать им о том, что им необходимо выполнять каждый каталог, ну ладно, 9 из 12 каталогов квалификации им необходимо выполнять квалифицированное рекрутирование, минимальный план. Но еще раз хочу обратить ваше внимание, как показала практика квалификации на Египет, что минимального плана его не хватает для того, чтобы в указанный период открыть новое звание. И поэтому надеяться на то, что ваш новичок каждый каталог будет делать минимум 3 квалифицированных рекрута, минимум 4, минимум 5, сколько ему надо для плана, и выполнить свой план по росту, ну давайте говорить с вами откровенно, такого не будет. И у нас многие из вас знают эту статистику, что каталогу номер 3 2015 года, когда был последний каталог квалификации на новое звание, чтобы попасть в Египет, у нас было больше тысячи человек, которые каждый каталог выполняли свой минимальный план по квалифицированному рекрутированию. И хочу вам сказать откровенно, мы как компания и вы как лидеры обещали этим людям, что они станут участниками этой конференции. Но пришел третий каталог запаса квалифицированных рекрутов творооборота не хватило, сил для того, чтобы открыть звание за каталог тоже не хватило. И, к сожалению, их мечта была, как бы, условно говоря, предана, что ли. Поэтому давайте в этот раз не допустим с вами таких ошибок. И минимальный план, да, он есть, да, мы на него обращаем внимание, но его можно умножить на два, и тогда я более чем уверена, что у нас будут все шансы для того, чтобы наши менеджеры, те, которые идут, дошли до конца квалификации, стали участниками этой конференции. Конечно же, нам необходимо с вами проверять и контролировать выход на новый уровень. И еще одно условие, это подтвердить этот уровень в первом каталоге 2016 года для квалификации на конференцию. Вот такая вот маленькая вам подсказочка. Вы уже видите внизу, что достаточно много каталогов прошло с момента квалификации и осталось не так-то уж много для того, чтобы открывать новое звание. Ну, а новое звание можно открыть, как вы видите, не позднее каталога номер 15, для того, чтобы успеть минимум 4 каталога продержать его до первого каталога 2016 года. Там у нас ждут рекрусинговые компании очень сильные, осенне-зимние предложения, и я более чем уверена, что у нас есть все шансы для того, чтобы наши менеджеры выполнили все необходимые условия. О, у нас выключился свет, есть два варианта, либо у нас опять отключили электроэнергию, либо кто-то побаловался, да, но я буду с вами говорить в темноте. Для того, нет, девочки, спасибо, меня не надо подсвечивать. Видите, мы работаем дружной командой, все вместе, девчонки решили включить телефоны для того, чтобы подсветить меня, для того, чтобы у меня было видно. Я не думаю, что я самая главная фигура, наверное, гораздо важнее видеть слайды. Итак, дорогие лидеры, для того, чтобы отслеживать квалификацию ваших менеджеров, на нашем сайте существуют рабочие отчеты, в которых вы видите всю необходимую информацию по текущему положению делу ваших менеджеров. Также этими отчетами можете воспользоваться не только вы, как лидеры, но и ваши менеджеры, зайдя на свою страничку, зайдя в бизнес-панель, зайдя в отчеты управления структурой. Вы сможете открыть квалификационные файлы и увидеть абсолютно всю текущую ситуацию. Обязательно пользуйтесь этими отчетами, ни в коем случае про них не забывайте. Итак, нас с вами ожидает в скором времени третья встреча «Курс на Анталию», которая состоится, как мы и сказали, 8 сентября 2015 года. Место проведения данной встречи мы с вами еще пока не знаем. Ну, не то, чтобы не знаем, мы его знаем, но держим его в секрете. Для того, чтобы в очередной раз подогреть ваш интерес, я гарантирую вам, что это будет незабываемое место, это будет незабываемая площадка, на которой мы проведем нашу третью встречу «Курс на Анталию». Еще раз давайте с вами прочитаем условия квалификации для менеджеров. Каждый директор для себя сейчас в очередной раз осознает, что вы точно 100% разбираетесь в этих условиях, вы точно понимаете, что необходимо сделать вашим менеджерам. Итак, наличие необходимого количества квалифицированных рекрутов в персональной группе менеджера по итогам 10-го и 11-го каталога. Все, что было до этого, условно говоря, мы не смотрим. Даже если менеджер пропустил 7-й или 8-й каталог по Q-рекрутам, мы закрываем глаза и приглашаем его на встречу тогда, если он выполнил квалифицированное рекрутирование в 10-м и 11-м каталоге. Итак, далее, нам необходимо, чтобы наш с вами менеджер по итогам 11-го каталога был не ниже, чем на уровне 9% и до уровня старший менеджер. Обязательно отследите этот показатель. Если ваш менеджер был в каталоге номер 10 на уровне 9%, а в каталоге номер 11 он не будет на уровне 9% и выше, но, к сожалению, он не станет участниками данной встречи. Здесь я хочу немножечко, наверное, вас обрадовать. Если ваш консультант или менеджер, консультант, по каким-то причинам не достиг уровня 9% в каталоге номер 10, но хочет стать участниками данной встречи, то тогда пусть становится менеджером 9% в каталоге номер 11, выполняет Q-рекрутирование и мы будем рады видеть его участниками данного проекта. Необходим отрыв от вышестоящего менеджера минимум от нижестоящего менеджера минимум в один уровень по итогам 11-го каталога. Также необходим прирост по бонус-баллам по отношению к предыдущему каталогу не менее, чем на 10%. Итого, мы приводили уже пример. Если в каталоге номер 9 у менеджера было 1000 бонус-баллов, то в каталоге номер 10 ему необходимо было сделать 1100 бонус-баллов. И если в каталоге номер 10 он выполнил 1100 бонус-баллов, то в каталоге номер 11 ему необходимо будет выполнить 1210 бонус-баллов. Если же менеджер или консультант не показал прирост по итогам 10-го каталога, то, к сожалению, стать участником данной встречи он не сможет. Прирост и квалифицированное рекрутирование должны были выполняться каждый каталог, то есть в 10-м и в 11-м каталоге соответственно. Но это еще не все. Та вау-новость, которую многие из вас так ждали. Я знаю, что вы отправляя своих менеджеров с нетерпением ждете фотоотчета от них, как же прошла эта встреча. Вы встречаете их с горящими глазами, но, наверное, очень важно в этот момент быть рядом с ними, находиться рядом с ними, задавать вопросы и, конечно же, весь путь домой тоже разговаривать с ними о том, что они узнали, что они услышали, еще раз их подмотивировать уже своей энергией. И поэтому мы приняли решение, что на третью встречу мы приглашаем лидеров с уровня старше, менеджер и выше, которые выполнят следующие условия для квалификации. Первое. Быть в звании старше, менеджер и выше, иметь уровень 22% по итогам 11-го каталога. Что это значит? Не просто быть на 22%, но и иметь, если это необходимо, 3 в 3 тысячи, то есть быть в звании. Вам необходима активность структуры не менее 70%, и сегодня Ольга Ковшин рассказала вам, как поддержать эту активность. Наталья Шкловская рассказала вам, как, благодаря работе с нашим каталогом, сделать так, чтобы активность вашей структуры зашкаливала и было более 70%. И, конечно же, вам необходимо выполнить рекрутирование 10% от базы активных консультантов, что, я хочу вам сказать, приведет вас к получению бонуса «Мой первый автомобиль», если вы по итогам прошлого каталога были на уровне 22%. То есть, вот так вот мы совместили приятное с полезным и получением бонуса и участием в встрече курс на Анталию. И хочу вам сказать, что ваши менеджеры, я более чем уверена, 100% выполняют свою квалификацию. Вопрос к вам, к лидерам. А будете ли вы с ними на этой встрече? И я хочу вам сказать, что это определенный показатель вашего уровня лидерства и вашей текущей позиции. Если вы будете там с ними, то ваша менеджерская команда будет точно знать, что у них сильный, работающий, активный лидер. И у вас действительно большое будущее. В скором времени вас ждут новые звания и новые достижения. Ну что ж, на текущий момент новости все. Дорогие лидеры, к сожалению, у нас технические неполадки, которые не позволяют нам подключить нашего нового бриллиантового директора Аллу Еревич. Я более чем уверена, что в следующий раз все будет хорошо и отключение электроэнергии в сервисном центре не помешает нам ни в коем случае пригласить Аллу выступить на наше мероприятие. Давайте я отвечу на ваши вопросы, которые были заданы в чате. Здравствуйте. Если новичок выходит на 9%, впервые в каталоге номер 11, выполняя условия курса на Анталии, будет ли он приглашен на встречу? Смотрите, Оксан, вопрос в чем? Если это новичок, который пришел в каталоге номер 10 и в каталоге номер 11, он выполнит необходимое количество кью рекрутов и впервые выйдет на уровень 9%, да, абсолютно верно, он присоединяется к встрече курс на Анталию и может участвовать в данной встрече. Если ваш новичок пришел в каталоге номер 9, то ему необходимо было выполнить квалифицированное рекрутирование по итогам каталога номер 10, ему необходимо будет выполнить квалифицированное рекрутирование по итогам каталога номер 11 и, конечно же, по итогам каталога номер 11 ему необходимо быть на уровне 9%, ну и, соответственно, расти от каталога к каталогу от 10 к 9 и от 11 к 10. Также у нас есть следующие вопросы. Одну минуточку. Где-то у нас был вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас. Вопросы-ответы. Так, Инна задавала вопрос. Катя, если новичок аннулировал заказ и опять сделана программа «Операвтобиль», он засчитывается? Нет, к сожалению, это программа. Программа, она, знаете, это не робот, это всего лишь программа, и она не может распознать, что это второй заказ, и он опять участвует. Нет, к сожалению, такой рекрут с 10-балловым заказом в течение 21 дня уже не считается. Касательно вопроса по клеточному крему для кожи вокруг глаз, этот вопрос мы сейчас адресуем операторам, и через какой-то период мы вам ответим. Катя, если менеджер сделал перерост, но не было достаточного количества рекрутов в 10-м педагоге? Нет, данный менеджер не принимает участие во встрече «Курс на Анталию». Подскажите, если менеджер был на 12, то для участия в третьей встрече ему надо восстановить в 11-м каталоге 9% или 12, и сколько квалифицированных рекрутов? Ему необходимо выполнять тот план, который поставлен перед ним по квалифицированным рекрутам. Я вам сейчас скажу, какой это план, одну минуточку. Но по итогам 11-го каталога мы не требуем от него восстановления уровня. У нас не было такого условия. Не придумывайте того, чего нет. Ему необходимо по итогам каталога номера 11 быть не ниже, чем на уровне 9%. И ему необходимо показывать перерост из каталога в каталог, то есть 10-го к 9-му и, соответственно, 11-го к 10-му. Ему необходимо было делать каждый каталог 4 квалифицированных рекрута. Если у него все есть, welcome, мы ждем его на встречу. Так, если на третью встречу «Курс на Анталию» директор выполняет условия, а менеджеры нет. Он идет один? Да, абсолютно верно, он идет один. Вот все, вроде бы вопросы все. Ну что ж, дорогие лидеры, вы здесь рядом с вами всегда, вы можете звонить, писать. То есть, наверное, чаще мы отвечаем, когда вы нам пишете, так гораздо быстрее. Даже если мы на встречах, то мы всегда сможем поддержать с вами связь. Спасибо вам большое за то, что вы были сегодня на нашем вебинаре. Почти два часа пролетели незаметно. Следующий вебинар без изменений, даже независимости от места нашего расположения. Это будет «Золотая конференция» в 11 часов во вторник. В первый вторник каталога мы встречаемся с вами и делимся с вами с самой полезной и самой актуальной информацией, которую мы получили уже за два дня пребывания на «Золотой конференции» 2015 года. Удачного вам 11 каталога, 70% активности вашей структуры и, конечно же, минимум 10% рекрутирования для достижения вашей цели. Всего хорошего вам, удачи, до свидания.